Девушки отдыхают Лас-Вегас? Он ведь у тебя слишком сильный город, понимаешь? Энергетически? Гармически? Энтроградный мероприятий? Я думаю, что тебе надо, ну как сказать, еще посмотреть, повидать жизнь, понимаешь, да? Всем привет, друзья! Это шоу Орел и Решка! Это превосходная Юлия Коваль! А это просто Ян Гордиенко! И мы в солнечном Лас-Вегасе! В городе грехов, тусовок, всего самого лучшего! Короче, давай, погнали, кидаем! У меня Орел! А у меня Решка, друзья! Поехали! Ну, поехали! Поехали! Ну, поехали! К сожалению, это... Ты обалдел, скажи, пожалуйста! Орел, и ты проиграла! Держи рюкзачок! Юль, ну все будет нормально, правда, не грусти! Там справишься? Я тебя ненавижу! У тебя самые кривые руки! Чтоб тебе так в Лас-Вегасе в этом везло, как мне с грешкой этой! Я Орелом! Ужас! Ужас! Ненавижу! Лас-Вегас – шумный азис посреди бескрайней пустыни! Место, где сбываются мечты и рушатся судьбы! Город, где придется делать выбор – спасать или пойти ва-банк! Мы в Лас-Вегасе! Ставки сделаны, господа! Все богачи в Лас-Вегасе берут что-то эксклюзивное и уникальное. Как, например, Polaris SlingShot SLR. Это такая себе смесь машины с мотоциклом. Самое то, чтобы быстро и легко ездить из казино в казино и тратить свои денежки. Но есть один нюанс. Ты знаешь, как делать стейк-шифт? Стейк-шифт – это механика. Механика, да. Да, конечно! Механика я всегда езжу. Спасибо! Это легко. Окей, спасибо большое! Механика, так механика! Я же не ездил на механике лет 10! А если еще учесть то, что 10 лет назад я не был прав, и мне было 11! Ох, поехали! Ну что ж, попробуем завести этого монстра! На нейтралочку поставили, сцепление выжали. И, и, ничего не произошло. Давай, родненькая. Так, ага, да не заводится она. Что делать? Как объяснить ей человеку, который не понимает, как заводится машина? Еще раз. Нет, не заводится. Извините, господи, я нужна помощь! Эй, стой, стой, стой! Удачи не покидает меня, друзья, отличная новость! Целых три варианта добраться в город! Это такси! Мы сразу исключаем, забываем просто это слово, забываем очень. Да? Есть шаттл, он стоит 10 баксов. Тоже мне не подходит, потому что у меня тогда останется 90, и на что жить, на что играть. И есть автобус, мне подходит всего лишь 3 бакса, но ждать его час, час. Я видела, город здесь недалеко, я сэкономлю 3 бакса и дойду туда пешком. Все, мы так решили. А вообще, конечно, Рулу Решка, что я буду делать с этим и с 3 баксом? Десять минут курса молодого водителя на механике, и... И это победа! Я завел эту машину, главная миссия выполнена, осталось тронуться. Знаете, вот этот первый момент, когда трогаешься с первой передачей, это всегда сложно, главное не заглохнуть. Ну, друзья, волнительный первый старт сцепления. Ну, 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 не глохни, не глохни, еду, 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 не заглохни. Первая передача проделана, переключаемся на вторую. Ну что, Лас-Вегас, держись! Пока Ян там заводился, я уже на полпути к центру города. Знаете, вот мне кажется, что это вообще ерунда. Я вообще-то, когда в школе училась, по 40 минут каждый день туда и по 40 минут обратно, и по холоду. Правда, с рюкзаком ничего не изменилось, но местность точно поприятнее. Нормально. Единственный существенный минус такой прогулки – жара. Идея сэкономить 3 бакси, она, конечно, была вот такой. Но я не учла, что город находится в пустыне, и как бы он становится слишком влажно в этом городе. Ну и ладненько, ну и здорово. Это будет мой девиз в этом городе. Ну и ладненько, ну и здорово. Ну и ладненько, ну и ладненько, ну и ладненько. Вот он, Нас-Вегас, вот он! Сколько людей приехало всадить в свои бабулёшки в казино! Ежегодно туристы оставляют здесь около 70 миллиардов. Такую сумму сложно представить даже с безлимитной картой! Сейчас вот-то трудно поверить, но до 30-х годов прошлого века Лас-Вегас был обычным американским захолустьем. Всё изменилось, когда в штате Невада легализовали и горный бизнес. Деньги хлынули в Лас-Вегас ручьём. Каждый проигранный туристами цент стали инвестировать в строительство всё новых и новых казино. Мы въехали на Лас-Вегас-Стрип. Это главная улица, где располагаются все отели, все казино. Всё веселье здесь! Поехали! Лас-Вегас — это мировая столица подделок. Но не футболок или часиков, а достопримечательностей. Ни в одном городе мира вы не встретите столько копий. Здесь есть собственный Нью-Йорк. Ну и, само собой, конечно же, Эфелева башня, с которой открывается вид на весь этот бутафорский город. Наверняка там рядом с ней, как и в настоящем Париже, продаётся поддельный Луи Виттон. Пойду посмотрю. В Лас-Вегасе есть даже своя Венеция. Площадь Сан-Марко, фонари, гондолы, каналы. Здесь есть всё, друзья. В общем, если вдруг вы хотите пропутешествовать по всему миру за один уикенд, приезжайте в Лас-Вегас. Здесь есть всё. Правда, искусственное. И всё это сделано для того, чтобы привлечь в казино как можно больше посетителей. Но мне там с моим ограниченным бюджетом сделать нечего. А вот я зайду и посмотрю, что там да как. Не, ну, не можешь же мне постоянно везти? В любви повезёт. Кидалова! Это ж развод для приезжих. Как я клюнул на эту... Ой-ой-ой! Януй, не расстраивайся. Не ты первый, кто проиграл казино, не ты последний. Практически каждый человек, который приезжает в этот город, проигрывает. А это на секундочку почти 40 миллионов человек в год. Хотя те, кто всё-таки срывают куш, считают, что это не случайно. И что надо приделать несколько ритуалов, чтобы удача улыбнулась. Итак, ритуал первый. Мужчинам он понравится особенно сильно. Для того, чтобы удача пришла и не покидала вас, надо потереть вот эти места всех девчонок. Но не рукой и не тем, чем вы подумали, а своей удачей. Начинаем с первой и поехали. Безлимитная карта. Приди и не уходи больше никогда. Я хочу богатой жизни, я за этим пошла на Орел и Решку. Но я на всякий случай дотру до конца. Нормально. Как минимум, папа у меня точно чуть приподнялась. Ритуал номер два. Самый большой золотой самородок в мире. Весит он почти 28 килограммов. Говорят, если зайти сюда и чуть-чуть пошептать, удача и куш в казино вам обеспечен. Давай, не подведи меня лучше в следующем городе, родненький. Давай. Ну и еще один способ задобрить госпожу удачу – бросить монетку в самый известный фонтан Лас-Вегаса – Белланджио. Ну давай, Решечка. Ну что ж, работают эти теории или нет, узнаем уже в следующем городе. А теперь – развлекаться. Но Лас-Вегас – это не только казино. Здесь для богачей придумали кучу других безумных развлечений. Их я вам и собираюсь показать в этот уикенд. И мое первое развлечение – полет на истребители над Невадой. Ну что, готов? Да, я готов. Давай сделаем это. Сюда, ребятки, погнали! Как оказалось, такой полет включает в себя три аттракциона. Первый – самостоятельное управление истребителем. Пилот время от времени попросту отдает тебе контроль над штурвалом. Так, бери штурвал. Теперь ты управляешь. Просто двигай штурвал влево. Вот сейчас. Молодец! Я просто управляю сейчас самолетом. А теперь давай вправо. Круто! Я управляю самолетом. Я же ехал сюда, я думал, я буду просто летать на самолете. Я ехал сюда, я управляю сам. Я полетю прямо в скалы. Второй аттракцион – воздушный бой. Рядом летят еще два истребителя, по которым нужно стрелять лазерными лучами. Когда попадаешь лазером в соперника, у него срабатывает датчик. И из самолета идет дым. Да, попали! И, наконец, третий аттракцион. Летчик выполняет фигуры высшего пилотажа. Мы просто крутимся! Мы просто падаем! Но в таком развлечении есть один большой недостаток. Во время таких пируэтов человеческий организм получает колоссальную перегрузку, которая сравнима с нагрузками космонавтов. КОНЕЦ 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 Выдержал! Красавец! Кровь настолько сильно отходит от головы, что ты ничего не видишь! Полная темнота в глазах! Вау! И сейчас это, правда, лучшее, что со мной случалось! Идея идти со 100 баксами в казино, откровенно говоря, так себе. А учитывая мое везение, думаю, что я просто пройду мимо. Хотя адреналина мне, конечно же, хочется. Поэтому я нашла, чем себя занять в городской зиплайн. Вот где вы такое видели? Лас-Вегас? И это не просто зиплайн, а групповой. На перегонки, на высоте 12 этажей над главной пешеходной улицей Вегаса. С видом на самое большое в мире колесо обозрения. Взрывы. 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 Да я на качеле в городе у себя. Во дворе сильнее. Катал. Катал. А чего это кто-то быстрее? Эй, как ускорится? Почему это? На полномномом. Взрывы. Эй, алло. Что? Нет. Вы поняли? Нет. Это не чувство. Почему я такая медленная? Посмотрите на пирог. Внизу прикольно. Смотрите. Фу. 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 Я отвернулась в момент, когда... Все. Я надеюсь, вы успели посмотреть вниз, друзья. Это был первый полет с Юлькой Коваль на Орле и Решке. Юлька-катастрофа, Юлька-безопасность. Ну что ж, настало время хорошенько перекусить. Что кушают нормальные пацаны в Америке? Правильно. Бургеры. Но я не обычный пацан. Я пацан с безлимитной картой. Поэтому я могу себе позволить бургер за 777 долларов. Это не просто дорогой бургер. Он входит в десятку самых дорогих в мире. А все потому, что он начинен фуа-гра, говядиной, лобстером и столетним бальзамическим соусом. Думаете, все равно бургер не может столько стоить? И правильно думаете. Такая цена – это просто туристическая замануха. На самом деле бургер стоит 77 долларов. А остальные 700 стоят довольно очень дорогое вино. Дон Периньон оно так называется. Так как я за рулем, бутылочку просим запаковать с собой. А бургер нужно есть здесь и сейчас. Ну, в добрый путь. Он вкусный, он жирный. Ну, нет вау-эффекта. Ну, да, сюда добавили фуа-грус, сюда добавили лобстера. Когда цена 77 долларов, есть довольно завышенное ожидание. Вот как раз из-за этого завышенного ожидания есть некоторый облом. Это вкусно, но неоправданно. Ладно, по бургеру все понятно. Давайте пройдемся дальше. Вместе с бургером наполагаются невероятные листья салата стоимостью 2 доллара. Ну, приблизительно. Вместе с ним идет бекончик. Я укосил это, думаю, что это курица. Но… Это яичко! О-о-о-о… Всевидная жизнь для меня, это именно прямо не про меня. Окей. Мне очень стыдно, я себя чувствую неловко. А-а-а! В рукав капнуло. Давайте счет не сюда, я похавал. ДИКС ЛАСТ РЕЗОТ 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 Всего 22 доллара за койку. По-моему, вот он, мой джек-пот в Лас-Вегасе. Ну что, друзья, пойдемте в мои апартаменты, все вам покажу. Итак, в моем хостеле есть. Кухня. Наша огромная столовая. Здесь мы с друзьями сидим вечерами. Хеллоу! Я не люблю твоя милка. Видите, все друг друга любят. Вот вентиляторы точно надо поменять. Они меня пугают. А теперь пойдем. Эй, ребята. Это моя гостиная. Здесь мы смотрим телек, фильмы, обсуждаем, что случилось в течение дня. Ну классно же, ну. Ну классно же. Пойдем посмотрим на мой номер, который находится в отдельно стоящем здании. Сказали набирать 6262. Изи. Мои друзья, все очень на позитиве. Меня это даже удивляет, потому что, когда приезжаешь в пафосный отель, что там тебя встречают? Ну как бы очень искусственная улыбка, да? А здесь все искренние. Пойдемте, пойдемте. Так, два, два. Я так случайно сразу к себе и в номер зашла. Но тут меня ждало разочарование. Мой номер это три двухъярусные кровати, обогреватель, ржавый шкафчик, туалет и все. Все равно хостел – это хостел. И ты можешь сколько угодно радоваться тому, что там веселые ребята. Но спать в таких условиях – это не самое приятное, что может быть. С наступлением темноты Лас-Вегас меняется до неузнаваемости. Ночной Лас-Вегас – это, конечно, абсолютно другая картинка. Картинка, которую я видел во всех фильмах, во всех играх. Вот это настоящий Лас-Вегас. Очень клево все выглядит, все горит, все живет. Вечером Лас-Вегас подсвечивают сотни километров неоновых труб. За счет чего Вегас входит в топ самых ярких городов мира. И все для того, чтобы туристы слетались к местным казино, как бабочки на свет. Ежедневно Лас-Вегас посещают в среднем 100 тысяч туристов. И все они с наступлением темноты выходят из своих отелей, чтобы вкусить город греха в свете неоновых вывесок и лучей прожекторов. Все вот эти люди собрались смотреть бесплатное шоу. В Вегасе их реально много. Возле каждого казино, ну, такого дорогого. Почему бесплатное, спросите вы? Да потому что потом все вот эти удовлетворенные туристы идут в казино и оставляют там значительно больше, чем могли бы потратить на билет того самого зрелища, на которое они изначально пришли. Ах, заманушки. Развлекушки. Вегас. Самое крутое шоу, пропустить которое в Вегасе нельзя ни при каких обстоятельствах. Погнали в фонтан. Танцующий фонтан возле отеля Белладжио. Что? Водой из этого фонтана можно наполнить 2000 бассейнов. Максимальная высота достигает 24 этажа отеля. И потратили на это все около 50 миллионов долларов. Почему они не аплодируют? Боже мой, это очень красиво. Знаешь, на что это похоже? На салют. На салют это похоже. Это очень красиво. Я даже чуть-чуть расплакалась, пока ты не видел. Ну, правда. Просто гулять весь день, то жарко, то холодно. И тут вот такое. Это очень круто. Класс. Не зря 50 лямов потратили. А я продолжаю знакомить вас с безумными развлечениями в Лас-Вегасе. Видите, да, вот эту башню? Прямо туда я сейчас еду, чтобы прыгнуть с самой верхушки на роп-джампинге. Это когда тебе ноги привязывают, и ты летишь. Мало мне приключений на моих. Думаю, давайте еще что-нибудь экстремального. Башня Стратосфера. Самое высокое здание в Вегасе. Его высота 350 метров. Это на 25 метров выше, чем Эйфелева башня в Париже. И точка для роуп-джампинга здесь. Самая высокая в мире. Вы думаете, что риск это поставить все свои деньги на красное в казино? Нет. Риск это прыгнуть со 108 этажа на самой высокой точке в мире. Я ж поседею к концу сезона этого, вашего сезона. Второго выпуска уже. Ну вот он, момент истины. Да. Ты не знаешь, что красный? Да. Ты не можешь идти на двадцать. Да, хорошо. Три, два, один. Вот он. Три, два, один. Не, не, не. Ещё один раз. Продолжайте, пожалуйста. Я теперь поставлю тему к where. Три, два, один. Уuu! Три, два, три, два, один! Три, два, один! Я смотрел видео, как ребята прыгают здесь И это казалось так все вроде плавно и легко Но на деле ты прям просто летишь вниз Очень жестко, очень жестко Просто доля мгновения Я не успел вообще ничего увидеть Реально, просто не увидел город Что за развод? Давайте еще раз Ну а для всех тех, кто потратил все свои деньги в казино Мы оставляем заначку в виде 100 долларов Чтобы сорвать в Лас-Вегасе джек-пот от Орла и Решки Отправляйтесь на дорогу Лас-Вегас-бульвар Там найдите отель Таити-Виллэдж-резорт Напротив него небольшой песчаный пустырь, огороженный камнями Под одним из этих булыжников и спрятана бутылка сотней баксов Только не ставьте на красное Я уже раз оплошал Я тоже решила завершить свой первый день в Вегасе Наслаждаясь городом с высоты птичьего полета И пошла на самую популярную смотровую площадку На Эфелевой башне О-май-гад Именно так сказал бы любой американец, поднявшись сюда Я бы с ним согласилась, друзья Потому что гуляя там снизу, по улицам Конечно же, ты понимаешь, как много здесь огней Как много здесь движения, жизни, неонов, музыки Но с этой точки это видно в сто раз круче Вегас, ты невероятна И я в тебе очень-очень устала Кажется, я хочу спать А он не спит никогда Лас-Вегас, Лас-Вегас Очень неоднозначный город Но сто процентов уникальный Этот город ты видишь везде Ты видишь его в кино, в фильмах И ты постоянно хочешь сюда попасть И как следует потусоваться Но на деле, спустя день Мне этого достаточно, чтобы понять, что город реально пустышка В нем странная энергетика Просто подумайте Вот смотрите, у меня огромные панорамные окна Но они не открываются Знаете почему? Потому что люди сюда приезжают И просто в секунду теряют все свое состояние И они кончают жизнь самоубийством В общем, город просыпается А Януля засыпает Спокойной ночи Доброе утречко Ребят, просто в Штатах Нужно соблюдать баланс во всем Так как тебя очень вредно И надо постоянно заниматься Все, снял? Погнали жрать Свой второй день в Вегасе Я решила посетить визиту На одну из главных загородных достопримечательностей Плотину Губера Поскольку США Это родина автостопа То добралась я сюда на попутки Ну вот я и на месте Идем гулять Чтобы добраться до плотины Надо идти по песчаным тропам Которые находятся на месте Бывшей железной дороги Протяженность маршрута Больше семи километров Проходят тропы по пустынной долине В горах На границе штатов Невада И Аризона В этих же горах Специально пробили Огромные туннели Которые сейчас Уже сами по себе Считаются местной достопримечательностью Как они это делали Больше ста лет назад То есть человеческий труд Взял и создал огромную дыру В горе Очень круто Для создания этих туннелей Использовали уникальное на то время Буровое оборудование И взрывчатку Слушайте, ну согласитесь Впечатляет Вы просто только посмотрите На эти балки Туннели огромные Но почему их сделали Такими большими Потому что поезд Должен был не просто проехать Он должен был провести Детали для строительства дамбы По пути к дамбе Встречается еще одна Выдающаяся достопримечательность Невады Озеро Мит Выглядит правда здорово Объемно Это самое большое искусственное озеро В Соединенных Штатах И по площади оно больше Самого Лас-Вегаса По сути это водохранилище Которое появилось В результате строительства дамбы И сейчас оно полностью Обеспечивает водой Вегас И еще несколько близлежащих городов Вот вам заметки Юного ландшафта Веда Видите вон там Полосочка такая Светленькая Она везде по периметру Всего озера Где есть горы Там есть полосочка Американцы называют Это ободок для ванны Почему? Сложно объяснить Но что это за полосочка Легко догадаться Это минералы И соли Которые содержатся в озере И остаются Скажем так На берегу Когда вода поднимается Повыше Вот так А вообще на самом деле Друзья Самая главная информация Здесь очень спокойно Очень спокойно Тихо Ветер так не нашел Я во второй день Тоже решил посмотреть Что есть за пределами Лас-Вегаса Но естественно Не пешком Поэтому заказал себе Вертолетный тур За 3000 долларов Мне абсолютно нравится Вертолетское средство Перетяжение Очень комфортно Очень удобно И так красиво А посмотреть В окрестностях Лас-Вегаса Действительно Есть на что Пустыня Мохаве Долина Смерти И река Колорадо Слева от меня На реке Колорадо Ходит в озеро Из-за этого Мы видим такую Четкую границу Изменение цвета Но главная точка Моего вертолетного тура Это конечно же Легендарный Гранд Каньон Огромное Разветвленное ущелье Протяженностью 450 километров Это природное чудо Образовала река Колорадо Которая миллионы лет Прорезала себе путь в горных породах Но и это еще не все Мой вертолетный тур Уникальный И единственный В Вегасе Ведь полет над каньоном Это не конец путешествия Прямо сейчас Мы приземляемся В самом центре каньона Вау Классно же Это лучшее Снова что я видел В своей жизни Когда я перестану Видеть что-то самое лучшее Очень красиво Как перестать говорить Очень и красиво Так часто Ну что еще сказать Очень красиво На моем бейджике Есть надпись VIP А это значит Что я абсолютно один В Гранд Каньоне Могу присесть сюда Повернуть голову На Гранд Каньон И абсолютно один Пропустить бокальчик Ну и что еще Может быть лучше Не жалеете денег Это шикарно Это изумительно И вот Спустя час пути Я на месте Плотина Говера Это самая большая Дамба Америки Которую строили Ежедневно И круглосуточно На протяжении Пяти лет Ее высота 221 метр Именно столько Понадобилось Чтобы обуздать Бурную реку Колорадо Внутри дамбы Гидроэлектростанция Которую обеспечивают Электричеством Сразу три штата Аризону Калифорнию И Неваду И если деньги Лас-Вегасу Принесли казино То жизнь городу Дала именно Эта плотина Ну что Посмотрим Господи Она реально огромная Просто огромная Огромадная Вот такая вот Я скажу вам так Друзья Я очень рада Что Я нашла в себе силы Выбраться за город Потому что Лас-Вегас классный Но Увидеть такое стоит Не надо сидеть Все время И пытаться Выиграть все деньги Или Проиграть их В Лас-Вегасе Это того стоило Класс Это очень красиво Лас-Вегас Настолько безумный город Что за не менее безумные деньги Вы можете заняться дайвингом Вместе с акулами В местном аквариуме Акул с десяток видов От безобидных Для человека китовых До вполне себе Опасных Песчаных Или чернорылых Акул Ребят Вот видите Вот эту акулу Четыре метра Акула-пила Лежит Ждет меня Но просто так В аквариум Никого не пускают Сначала Инструктаж И примерка Специальной экипировки Состоит она Из двух частей Гидрокостюма И кольчуги Когда Надеваешь кольчугу Есть некоторое волнение Но при этом И радость Что если Акула и захочет Меня укусить То со мной Ничего не будет Ну что ж Назад дороги нет Но как оказалось Дайвинг с акулами Это только звучит страшно На самом деле Акулы в этом аквариуме Сытые И на людей Вообще не обращают Внимания Но от осознания Того факта Что рядом Страшный хищник Способный Вмиг Перекусить человека Все равно Не по себе Впрочем Такой вариант Выброса адреналина Стоит Каждого Заплаченного Цента ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лас-Вегас Город соблазнов В погоне за мечтой Здесь можно лишиться всего Как я клюнул на эту... Ой-ой-ой Но если познакомиться с ним поближе Понимаешь, что он не только отбирает Но и дарит Фантастические эмоции И незабываемое впечатление Вау-ой Очень клево Все выглядит Все горит Все живет Это очень красиво Офигенно! Чуть-чуть страшно Выглядит правда здорово Очень неоднозначный город Но сто процентов Уникальный Он не спит никогда Привет, Юль Я бы сейчас на тебя злилась Да я не могу, Ян Я очень радовала Нет, Юля, как ты? Расскажи что ты Я ходила Потом еще решила пройтись Короче, мне кажется, что я Странник всей Америки Спросишь, что я делал? А, кстати, да Что ты делал? Слушай, ну я как раз не ходил Я с воздуха не спускался Постоянно летал на вертолетах На самолетах Как же ты меня раздражаешь? Во много всего было Знаешь, меня тоже это чуть бесит Что я тебя раздражаю И мне уже даже неловко Ладно Ладно, нормально? Друзья Увидимся с вами в следующем городе Это была Юлия Коваль Отнеси меня в аэропорт В аэропорт? Ладно Пока! Ура! В аэропорт! Ура! Я наконец-то не иду Ааа, я до... Субтитры сделал DimaTorzok Как думаешь, если вот мне выпадет, ну, до 100 баксов, есть вариант найти здесь кого-нибудь, чтобы он, ну, просто подсобил там в плане, ну... Я думаю, это можно сделать спокойно. Здесь все самые заряженные наши ребята, это же Майами. Секундочку. Всем привет, мы в Майами, друзья, это новый сезон Орла и Решки. Это Ян Гордиенко, а это Юлия Коваль, и мы будем радовать вас дальше. Сейчас, секунду, извините. Давай кидать монетку. У меня, кажется, есть, я подготовился, но я, правда, переживаю, что у меня не получится с первого раза. Давай, Орел или Решка? Ну, конечно же, Решка, господи. А я тогда Орел. Поехали, раз, два. Орел, это Решка, 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 Решка. Что это? Что это? Что это? Я не могу подозреться. Что это? Я не понимаю, что это? Что это такое? Юля, убери руку. Гай, что это? Это Решка или что? Давай, стой. А, подожди. А как понять? А тут Орел нарисован. Нет, это неправда. Да, 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 да. Нет, 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 нет. Я, подожди. На мне золотое дорогое кольцо. Я готовилась, я не имею права. Сейчас в бедных районах могут его забрать, но я его забираю на всякий случай. Пока. Я дико извиняюсь, но это просто... У меня слов нет. Безумный сезон мы решили продолжить в американском Майами. Потому что здесь безумно весело, безумно экстремально и безумно драйвово. Ну что ж, безумие начинается. Мы в Америке. Деньги менять не надо, уже хорошо. Но начинающего путешественника в Майами поджидает несколько трудностей. Трудность первая – как добраться в город. Рентал-кар не подходит. Метро-рейл. Или метро по-нашему. Я думаю, что это наш случай. Метро-бас. Автобус, проще говоря. И метро, и автобус стоят одинаково. Но метро все-таки быстрее. Ну, короче, нам в любом случае туда, что я читаю, хожу. Но тут туриста подстерегает трудность вторая. Понять, какой билет тебе нужен. Их существует несколько видов. Разовый, однодневный и недельный. Я выбрала однодневный билет, который позволяет бесплатно передвигаться на всем общественном транспорте в Майами на протяжении целого дня. Да, в смысле? Что, куда? Почему? I'm sorry. И вот вам сложность номер три. Оплатить можно не крупными купюрами, а максимум 20 баксов. А в целом, наверное, все вот пользуются один, пять, десять. Собственно, сейчас мы будем менять. Ну что, ребята? Ну что, Майами, наконец-то я к тебе еду. Безумная машина – это не та, которая самая красивая или самая яркая. Безумная машина – это самая дорогая тачка, как у меня. Роллс-Ройс Калинан – это люксовый внедорожник ценой в полмиллиона долларов. И хотя снаружи авто кажется простым и сдержанным, его интерьер – это шик и блеск. Кожаный салон. Тройная шумоизоляция. И еще много навороченных прибамбасов. Таких, как панорамная крыша и встроенные в двери зонтики. Я сажусь сюда, нажимаю на кнопку, которую я сейчас найду. Дверь закрывается, и я уезжаю. Чао, бомбинос! Конкретно данная модель стоит 500 тысяч долларов. Но вообще, Роллс-Ройс не имеет границ в цене, и машина может стоить бесконечно много. Самая дорогая машина в истории Роллс-Ройс стоила 8 миллионов долларов, и она была инкрустирована бриллиантами. Зачем? Непонятно. Наконец-то я в городе. Как в кино все. Первое впечатление от Майами – это яркое солнце, зеленые пальмы и чистота на улицах. Вот вы спросите, чем Америка отличается от другой страны? Все просто. Яма на дороге – это значит, что две полицейские машины, это значит, улица перекрыта, это значит, движение запрещено, все, сос, форс-мажор. Пойдемте дальше. Майами – это молодой современный американский город, главной достопримечательностью которого – его районы. И сегодня я покажу вам самые примечательные из них. Первый – даунтаун. Посмотреть на него можно, проехавшись на бесплатном метро-мувере. Отсюда открывается вид на десятки небоскребов, в которых расположились штаб-квартиры мировых корпораций и офисы международных банков. Ощущение, что я очень маленький человек, здания огромные, машины огромные, дороги огромные, все просто какое-то с размахом, с душой. Но не только финансом неизвестен Майами. Больше всего денег городу приносит туризм. И все приезжие сюда сразу отправляются на пляж. Я не исключение. А пока Юля только собирается к океану, я уже здесь. На местной пристани, где пришвартованы дорогущие яхты богачей. Тут я арендовал себе двухэтажную яхту-виллу под названием «Арк Апп». Стоимостью – 3500 долларов в сутки. Нам с безлимитной картой подходит. Так и что, погнали посмотрим на мою виллу. Здравствуйте. Приветствую, Ян. Меня зовут Альберт. Я являюсь представителем компании «Секс на стоит» в Майами. Наша команда занимается представлением уникальных объектов для наших гостей в Майами. И здесь наш самый главный и самый интересный дом под названием «Арк Апп». Добро пожаловать. Уникальных так. Уникальных. Друзья, мы попали на виллу за 5 миллионов долларов. И она выглядит очень приятно. На первом этаже расположен светлый холл, в котором я буду отвисать, отдыхать и просто кутить и немножечко флексить. Дорогие друзья постарше, объясню вам, что такое флексить. Флексить – это классно и офигенно проводить время с элементами роскоши. Пойдемте дальше. У меня есть управление кораблем. Это настоящая рулевая панель, с помощью которой моей виллой можно управлять как судном. Не понравилось мне здесь – уплыл к другому причалу. На втором этаже находится ванная и огромная кровать. Теперь классическая история с заселением в новый номер. Отель без разницы, в моем случае, в дом. Поехали. Эта спальня официально прокачана в Янули. Ребят, это лучшая спальня в моей жизни. Майами, Майами-бищ! Я бегу! Скорее, скорее в Майами! Всем осталось на своих местах Майами-бищ! Рядом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова На улице приблизительно плюс одиннадцать. Все это ерунда. Надо уметь радоваться. Вот это – это чистый газ. Все, я загорать. Еще один интересный район в Майами называется Сани Айлдс Бич. Здесь живут русские, здесь они едят, там спят. А вон там... Скоро подъедет новая парк. Официально в Сани Айлдс около десяти процентов населения – русские. Дело в том, что в начале двухтысячных здесь массово начали покупать недвижимость российские олигархи и звезды шоу-бизнеса. За моей спиной уникальный лот. Если вы хотите ходить за солью к своей соседке Ирине Аллегровой, вам придется выложить... Ну а в этом доме живет сам Игорь Крутой и стоит всего лишь каких-то... Ну а если вы хотите, чтобы место возле бассейна вам занимала сама Анжелика Варум, заплатите всего лишь каких-то... Ну а если вы, как и я, просто перспективный бедный турист, можно просто полежать на песке, по которому они ходили. Кроме пляжей и небоскребов, Майами славится своими безумными развлечениями. Ими я и займусь в этот уикенд. Первая из них – прыжок с парашютом. Я не боюсь. Я боюсь. Я не боюсь. Я боюсь. Ладно, я не боюсь. Я собираюсь прыгнуть с высоты четыре тысячи метров. И это будет мой первый прыжок с парашютом в жизни. Сейчас перед полетом ребята мне показывают видеоинструктаж о том, как это все правильно делать. Я ему не доверяю. Они просто говорят о том, что нет идеальной системы для прыжков с парашютом. Класс, могут быть неожиданные погодные условия. Зачем это все происходит? После видеоинструкции необходимо заполнить кое-какие формальности. Все вокруг до около одного и того же. Вы понимаете, что вы можете умереть, вы понимаете, что вы можете быть серьезно травмированы. Мне реально не было супер сильно страшно. Вот после вот этих бумажек мне реально стрёмно. Когда все формальности соблюдены, вас экипируют. Сейчас я чувствую некоторую дрожь в коленях. Не могу понять, что некоторые части моего тела довольно сильно пережаты. Или потому что мне страшно. Но в любом случае, значит, мне чертовски страшно. И после этого загружают в самолет. После взлета страх прыжка увеличивается с каждой секундой. И достигает своего апогея, когда ты уже наполовину высунулся из самолета. Но вскоре страх отступает. Уступив место неописуемому восторгу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как передать эмоции? Не знаю. Просто спасибо, что я выжил. Я не понимал, что происходит. Это как игра. Вы должны это попробовать. Это безумие. Во второй половине дня я пришла на улицу Ocean Drive. Наконец-то, не прошло и полгода, и я добралась туда, где и есть сам настоящий Майами. Самая тусовочная улица в этом городе. Снимай все подробно. Если вдруг не войдет программа, я просто домой заберу. Но я пришла сюда не за этим. На Ocean Drive сосредоточено самое большое количество хостелов в городе. Я была абсолютно уверена, что в Майами меня ждет богатая жизнь. Но, зная о своем везении, на всякий случай забронировала себе хостел. Называется он Майами Пати Хостел. Это самый бюджетный хостел, который я смогла найти на главной набережной Майами. Мне кажется, я плохо думала о хостелах. Очень уютненько. Самый дешевый вариант обошелся мне в 22 доллара. Это небольшой общий номер на 12 человек. Судя по всему, из девочек в этой комнате только я. Ну или это очень неорганизованные девочки. Неаккуратные даже, можно сказать. Прям так и хочется взять и завалиться. Просто прыгнуть, занырнуть на арток. Стоп, наверное, еще нельзя ложиться. Надо сначала заправить подушку в постель. То, что матрас в кожзаме, это как? Это так должно быть? Это так везде? Неа, ясненько. Это что здесь должно происходить? Что они взяли и обтянули матрас клеенкой? Пожалуй, наверное, все-таки надо сначала заправить пустын, а потом уже садиться. Вот ты скажешь плохо, а я скажу хорошо. Вид на океан. Первая линия. Все. Оушен-вью. Полнейший. Полнейший оушен-вью. А я продолжаю знакомить вас с развлечениями в Майами. И следующий аттракцион – безумный ужин на болоте. Для этого я арендовал специальную лодку с гидом. Это аэроглиссер. Воздушный катер, который скользит по поверхности воды с помощью подвесного мотора и воздушного винта. Может развивать скорость до 90 км в час. Да, давайте начнем. Это лучшая лодка на земле. Все ваши яхты, катера, полный отстой. Вот это стилек. Но приехали мы на болото не просто так. А что бы ловить, вы не поверите, лягушек. Ребят, в чем же все-таки ценности этой истории? Почему богатые люди приезжают и ловят жаб? Эта история, эти жабы стоят на рынке около 40 долларов за килограмм. Потому что это мясо очень похоже на курицу. Оно невероятно мягкое и в нем абсолютно нет жира. Поэтому все так гонятся за этим мясом и считают его деликатесом. На жаб охотятся здесь очень просто. Вам выдают палку с острым наконечником, с помощью которой нужно жабу выследить и подцепить. В общем, моя проблема в том, что их реально очень сложно заметить. Я их достаточно усердно бью по ним, и они уплывают. Нет! О, нет! Это была моя первая жаба, которую я поймал, но она упала. Да за что? Я ее плохо наколол. Я надеюсь с травмой. Я ужасный человек. О, она же умрет, возможно. Не упади, не упади. Наконец-то я поймал маленькую, но жабку. Победа, ребят. Заценим мой улов. Вот жаба, которую я словил. Там еще много, которую словил наш приятель. Вот эта жаба и, собственно, вот это мясо как раз и едят. Здесь самое нежное мясцо. После того, как лягушка слоплена, ее нужно разделать. Мне стыдно. Извините, что я это делал. Я только что разделал жабу. Я чувствую себя отвратительно. Теперь ждем пять минут. Они будут готовы, и будем пробовать. Ну и, наконец, кульминация безумного ужина на болоте. Сама трапеза. Ну, как говорится, встречаем по одежке. А именно, по запаху. Ну, что-то необычного не могу выделить. Не пахнет ни болотом, ни морем, ни озером. Поехали. Странные эмоции, потому что, ну, нет ощущения, что я ем жабу. Я даже, ну, это реально обычная курица. Я не эксперт в мясе, я не могу выделить каких-то четких особенностей вкуса. Ну, это просто вкусно и необычно. Мы только что ловили жаб, а сейчас они у меня в тарелке, и они вкусные. Я, в целом, ел бы такое довольно часто. Это правда вкусно. Всем приятного аппетита. А я продолжу перекусывать жабками. С наступлением темноты тусовка на Ocean Drive только усиливается. Музыка из множества баров и клубов становится громче. Вечеринки грандиознее, а посетителей развязнее. Боже мой, я так устала. Я столько ходила. Я не могу больше. Я хочу вкусной еды. Я хочу вкусных напитков. Конечно, я могла бы себе сейчас купить самый дешевый американский бургер. Но я девочка. Я хочу лобстер. Я пришла в кафе Лобстершак, которое славится своими морепродуктами. Целый лобстер, конечно же, оказался мне не по карману. Около 60 долларов. Но официант предложил альтернативный вариант. Бюджетный хот-дог с мясом лобстера за 25 баксов. Я надеюсь, что цифра 9. Это моя счастливая цифра. Блин. Там соус, там сыр. Сверху зелень немножко. Майонезик чуть-чуть островат. И я уверена, что все это они делают здесь. Начиная от майонеза и заканчивая булкой. Она очень... Короче, это не магазинная булка. Как будто ее бабушка моя пришла здесь, испекла и оставила. Сказала, придет моя любимая Юля. Утяните. Чего говорить, надо кушать. И это невероятно. Я съем каждую крошку. Ну что, настал момент спрятать ту сумму, на которой отдыхала здесь Юля Коваль. А именно 100 долларов. Поехали. Клад от Орла и Решки спрятан в штате Флорида. Чтобы его найти, двигайтесь по 27-му шоссе на север от городка Уэстон. После перекрестка в 75-м шоссе, на первом съезде направо и лежит наша бутылка. Удачи, ребят. Ну что, этот день был наполнен тяжелым люксом. Поэтому я спать, отдыхать и напираться на сил. Спокойной ночи. Буду засыпать под звуки Ocean Drive. На самом деле, мои ноги так гудят. Моя голова так устала. Думаю, даже эта прекрасная музыка мне не помешает. Я рад, что мне досталась безлимитная карта. И я смог увидеть своими глазами такой потрясающий рассвет. И встретить это утро здесь. Майами, я люблю тебя! На второй день я решил продолжить свои безумные развлечения. Штаты известны на весь мир своими крутыми аттракционами. И я приехал в один из них. Парк аттракционов Sea World. Это 81 гектар сумасшедших развлечений. Пара десятков экстремальных каруселей. И уйма впечатлений. Но самый крутой аттракцион здесь – американская горка Манта. Ее-то я сейчас и испробую. Ну, ну, я готов. Вот так вот снизу. Вот так вот. Ого! Протяженность более километра. Высота падения – 43 метра. И скорость – 90 километров в час. Конечно! Почему я это делаю? Я не испытываю никаких удовольствий, кроме как перегрузка. Кровушка в головушке прилива. Спасибо большое, что я выезжал. Время завтрака. А завтрак – это именно тот момент, когда я могу позволить себе что-то калорийное. Хотя я могу себе позволить себе калорийное в принципе всегда. Но сейчас особенно приятно это делать без запрета. Я уже вижу то, что я хочу. Донат – национальный кулинарный символ США. Знаменитый пончик с глазурью и дыркой посередине. Изобрели его около 175 лет назад. И с тех пор ежегодно в Америке съедается около 10 миллиардов таких донатсов. Я пробую. Боже мой. Я теперь их понимаю. Это очень вкусно. Он идеальный. Он в меру сладкий. В меру нежный. Да простит моя бабушка меня. Но ее Наполеон теперь на втором месте. Боже мой. Я в меру. Помимо аттракционов, парки SeaWorld проводят различные водные представления. Я отправился на самое крутое из них – шоу «Косаток». Я реально никогда до этого не видел «Косаток». Они большие. Они очень большие, но выглядят мило и доброе. Это как, знаете, большой черный дельфин. Я дельфина вызываю только положительные эмоции. Вот «Косатка» – это дельфин, который, наверное, в 20 раз больше. Офигенно. Косатки – это огромные китообразные хищники. Достигают в длину 5-7 метров. Весят от 3 до 6 тонн. И съедают 160 килограммов мяса в день. Такая тура огромная. Невероятно. Само представление состоит из трех частей. Сначала эти огромные туши на большой скорости наматывают круги в бассейн. Потом резко выпрыгивают в воздух. И в конце обливают всех литрами воды. Такой сон! Но несмотря на всеобщее веселье, меня до конца представление мучила одна мысль. Не знаю, меня все равно немного беспокоит вопрос комфорта этих животных в этих условиях. Нормально ли это, что они живут в этих бассейнах, а не в естественной среде? Но, знаете, если подытожить, то это шоу клевое и доброе, потому что эмоции у этих детишек бесценны. И я не... Ой-ой-ой! Если что. Ну, а вот тут вопросик есть. После завтрака я, как истинная майамка, отправилась на ближайший пляж. Называется он Хауловер Бич. Но он оказался на удивление пустым. Дело в том, что в Америке посещать с собаками общественные пляжи строго запрещено. Но чтобы не ущемлять ничьи права, в Майами обустроили специальные собачьи пляжи. И этот один из них. Я, честно сказать, на Черноморских побережьях людские видела похуже, значительно. Самое прикольное, что даже на собачьем пляже есть спасательные будки. И я очень не удивлюсь, если там будут спасатели собаки. Собаки-спасатели. Собака. Здесь собака очень довольна. Собаке очень хорошо. Она счастлива. И я тоже. Пляж для собак, он в сто раз лучше, чем для людей. Потому что здесь нет лишних лежаков. Здесь, посмотрите на эту картинку сзади. Это рай на земле. Это полное умиротворение. Потому что здесь ты наедине не просто с собой, но еще и с своим лучшим другом. А, как мы знаем, собака – друг человека. Майами – город дорогой. Но для таких бюджетных туристов, как я, есть один безумный лайфхак. Здесь работает много ресторанов для собак. Цены там намного ниже, чем в человеческих. А еда, говорят, ничем не уступает. Сейчас проверим. Пахнет вкусно. Всем привет! А что это вы делаете? Это рис с курицей? Плов. Но мой плов выглядит приблизительно так, как выглядит свежая еда для собак. Сначала понюхаем. Пахнет вкусно. Могу я попробовать? Могу. Пахнет реально, как человеческий рис с курочкой. Начинается, да? Орел и решка, поехали пробовать всякую дичь. Вкусно. Блин, вкусно. Реально вкусно. Это правда похоже на мой плов. Ребята, не обессудьте. Но, кажется, я сама того не знаю. Готовлю пищу для собак и кормлю их людей. Ребята, не знаю. Разные витамины и полезные добавки. У меня есть сейчас один вопрос. Я только что попробовала ваш рис с курицей. Там были витамины для собак? Да. Но они пригодны для человека. Это как мультивитаминка. Спасибо большое. Удачи вам. Это очень вкусно. Так, ну что ж, с качеством еды разобрались. Теперь давайте посмотрим на цены. Значит, вот такая вот штука стоит 7 баксов. Это индейка и помидорки, между прочим. Но 7 баксов для меня слишком дорого. А вот тут вот за 5,95. Посмотрите, какое аппетитнейшее блюдо. Так, турки. Это у нас индейка. И рыба. Как раз люблю рыбу и мясо смешивать и употреблять. Если не понравится, есть у меня здесь один пёс, выгуливающий себя по улицам Майами. Вот его и угостил. В поисках безумных развлечений я приехал в ещё одно увлекательное место. Disney Hollywood Studios. Здесь находится тематический парк, посвящённый звёздным войнам. Площадь 6 гектаров. Стоимость строительства 1 миллиард долларов. И посещаемость более 70 тысяч человек в день. Ощущение того, что я реально не на этой планете. Это реально другой отстроенный мир. Не подобрать эмоции. Я только что хотел пожаловаться, что тут есть некоторые минусы, что очень много людей, что тут все не обойти. Это реально другая планета. Нам ещё повезло. И здесь какого-то необычного цвета облака. Всё выглядит нереально. Это реально стоит миллиарды долларов. Сейчас посмотрим, что тут ещё есть. Закончить свой майамский уикенд я решила в «Мангос Тропикал Кафе», где, говорят, можно увидеть легендарное танцевальное шоу, которому уже 27 лет. Я считаю, вид отличный. Но оказалось, что шоу здесь было эпичным 27 лет назад. А сейчас это больше похоже на выступление любителей в провинциальном кафе. Поэтому приходят сюда уже не ради шоу, а чтобы опрокинуть стаканчик другой и подцепить девчонку на вечер. И вот после пары стаканчиков шоу-программа перестаёт быть скучной. Субтитры создавал DimaTorzok На этой торжественной ноте пора сваливать. Кроме масштабных декораций, парк «Звёздные войны» славится своими аттракционами. Здесь можно посмотреть на выступления аниматоров, многие из которых роботизированные. Я только сейчас понял, что это не человек, а робот. Кроме этого, здесь можно поуправлять настоящим космическим кораблём из фильма. Субтитры создавал DimaTorzok «Звёздные войны» «Звёздные войны» «Звёздные войны» «Звёздные войны» «Звёздные войны» В какой-то момент реально затирается ощущение реальности, и ты прям попадаешь в это измерение. Ну и наконец, здесь можно кайфануть от бомбического лазерного 3D-шоу. «Звёздные войны» ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Майами подтвердил свое реноме безумного города. Орел и Ришка, поехали пробовать всякую дичь. Здесь вас может захлебнуть волной безумной радости. Закружить в водовороте безумных знакомств. Я забираю тебя с собой, плиз. И снести крышу от безумных развлечений. Каким я это делаю? Все, сос, форс-мажор. Деяния, это что? Класс. Это чисто гад. Это было лучшее, что случалось со мной в жизни. Так, где же он есть там? Спасибо, спасибо. О, ну наконец-то, бояре, пожаловались. Здравствуйте. Я не зла, потому что я очень хорошо провел время. Я абсолютно на тебя не зла, Ян, потому что пока ты там хорошо проводил время, я проводила его не менее хорошо. Знаешь, какой у меня парень здесь появился? Какой у тебя парень появился? Вот такой, намного, ну, фактурнее. А знаешь, тоже появилась лягушка? Какая же? Я ловил лягушек, потом их ел. Юля, я первый раз прыгал в жизни с парашютом с 4 километров. Минута свободного падения. Которался на Роллс-Ройсе, жил на чудесной вилле, на аттракционах ездил. У тебя что было? Смотри, у тебя новый рекорд. Ты уже целую минуту меня не бесил, а теперь вот опять хвастаешься, и я уже начинаю опять тебя ненавидеть. Ян, друзья, Ян Гордиенко. Юлия Коваль. Спасибо вам, что вы посмотрели, и увидимся через неделю. И надеюсь, что я буду по-богатому. Ну давай, уходим в закат. Слушай, давай так, вот смотри, лягушку ты мне привез? Нет. А где, а почему я? А потому что не захотел. А я вот тебе привезла кое-что для шерсти. Ой, тьфу, для волос. Для волос? Да, для волос. А немного волос. Да, это я заметила, надо бы уже с этим что-то сделать.